Всем привет, на связи Ваня Корнеев, за камерой Вэлл Бабич, и это новый выпуск канала Несу Свет. И знаете, где мы? Мы на съемочной площадке сериала «Бедные смеются, богатые плачут 2». И это вау, ребята! Это космос какой-то космический. Мы здесь как СМИ, прикиньте, канал Несу Свет. И это все благодаря вам в том числе, потому что ваши лайки, ваши комментарии, ваш в целом просмотр и интерес к выпуску с Полиной и Мишей номер раз, к выпуску с Полиной и Мишей номер два, сделала так, что мы большие друзья не только с Мишей и Полиной, но и с создателями сериала, которые нас сегодня сюда позвали, на то, как снимается, посмотрим, на то, как люди живут здесь на съемочной площадке, на их вагончике, на то, чем кормят актеров. Короче, огромный диапазон, нам все суперинтересно. Погнали! Я никогда не был внутри сериала, и это кайф. И фокус, пожалуйста, начали. Сцена номер 19, 23, кадр 1, 0, 1. Оп, иду к вам. У тебя же есть карманный журналист. Если бы вы нормально не поздоровались. Привет, брат. Привет. Какой съемочный день? 11. 11? И еще типа 20, да? Ну, ты как, на 11? Нормально. Нормально? Ну-ка, посмотри загар. Ну, ты что-то не загорел особо. Я же... Тогда работаешь потому что. Не работаю. Правильно, кто-то у бассейна отдыхает. Вот и думаете, на кого учиться, блин. Все, не мешаем человеку. Полина, свои естественные среди обитания, без людей, где максимально комфортно. Я только хотела... Важно не трогать человека, потому что ее это напрягает. Я видел твой график, мне Даша показывала. Параллельно папиной дочке, бедные смеси, богатые плачут, август съемки фильма в Абхазии. Зачем ты спонюрешь? А, я уже говорила. Ну, ты реально нормально. Нет, тяжело, тяжело. Ну, вот на витаминах, плохо сплю, но нормально. Ты по 3-4 часа. Ну, я просыпаюсь ночью. А как ты переключаешься? У тебя реально три разных проекта. Не знаю, с опытом нарабатывается это какая-то выдержка. Вот. Вот. И вот это единственное слово, сказанное в микрофон. Все, ладно. А Полину оставляем? Реально, уважаем. Ты мощь вообще, ты царица, ты фигрица. Ты кулачок отобьешь, пожалуйста. Все, наконец-то. Мы с вами присутствуем на съемке невероятно интересной сцены. А они соприкасаются носами. Если я сегодня еще увижу сцену, как они целуются, ну, тогда мы сорвем джек-пот по просмотрам. Уровень хилей. Ой. Сишина, приготовьтесь к репетиции. Теперь понятно, до чего ты меня учил кататься на велике. Хлопушка, хлопушка. 19.23.1.2. Сцена снята. У-ху-ху. А что, никто не хлопает, когда сцена снята? А вы не отмечаете снятые сцены, типа, аплодисментами там? Нет. Это когда смена закончена? Понял. И получается, сколько раз ты сейчас за вот этот вот час сказал свои фразы? Типа, ну, очень много. Ну, типа, очень много. Ну, всегда много. Причем не из-за того, что там какие-то косяки, а просто потому, что снимают с разных ракурсов, играть нужно сцены несколько раз. Ну, да. И ты должен в каждый вкладываться, как в первый. Ну, да. Ну, это же жестко. Такая работа. Какой сезон снимать тяжелее? Второй, первый? Первый. Первый? Ну, слушай, на самом деле тут такая, смотря с какой стороны смотреть. Потому что в первом все-таки это было прощупывание героя, как-то понимание его, что да как. Сейчас более-менее уже он мой, поэтому с этой стороны легче. Но во втором сезоне намного больше сложных сцен. Да? Да, да. Я говорю, второй сезон насыщен прям сценарно, очень сильно. Они реально вам кинули челлендж такой, да? Каждому на рост. Да, там у всех. Прямо серьезно. У каждого на рост стопроцентный. Причем раза в два, наверное, как минимум. Камера, мотор. Твоя роль во втором сезоне от первого сезона чем отличается? Ну, она более стала, наверное, мудрая. Набралась мудрости, опыта на парнях. Отыгралась, ей уже это все неинтересно. Она преисполнилась. Она преисполнилась, да, это правильно. Блин, но тебе интереснее сниматься, чем во первом? Да, на самом деле, да. Больше какой-то загадочный, загадок больше отгадываю в этом сезоне по поводу своего персонажа и ее действий. Пойдемте чекать вообще. Это что такое? Это бездомная какая-то территория. Кто здесь живет? Медведь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, очень приятно. Я на съемочной площадке, конечно. Ну, это реально впечатляет. Теннисный корт. Кстати, да, Миша же учился играть в теннис специально для роли. Прут! Что, прут? Реально? У меня, если отец увидит, что бывают такие дачи, он охренеет. Как вообще, имея вот такую территорию, вот такие убранства, богатые могут плакать? Смотри, вот этого человека в зеленых штанах. Это легендарный человек. Мы с ней после фан-встречи с Вэлом ели шаурму. И там я закинул, просто закинул, типа, вот было бы прикольно сыграть журналиста. Киношная склейка. Так, ребята, вместо экскурсии у вас небольшие эксклюзивные новости. Во втором сезоне сериала появится один супер неопытный актер, в чью карьеру и кому пока не верят создатели, над которым очень надо работать. Но там три реплики. Во-первых, здравствуйте. 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 Ты будешь на съемки, когда я буду играть? Специально приеду. Не надо. Почему? Ну, я это самопроб... У меня там три реплики, я самопробу снимал полтора часа, я такой... Я твою самопробу уже все похелила. Согласен. Да. В смысле, что это плохо? Ваня сказала, будем рады. Да, конечно, очень плохо, Вань. Да? Так у меня нет иллюзий, типа. Ну, прекрасно. Это твоя суперсила. Что у меня нет иллюзий? Да. Саша Столун, да, мы с тобой общались, что как бы ему была органична роль в первом сезоне, вы под него писали. Да, так. Во втором что-то и поменялось? Вы ему бросили каких-то актерских вызовов? Очень удобно играть, когда под себя написано, да, и у него диапазончик такой. Чувак в зоне комфорта. И поэтому мы усложнили ему задачу, Сашке придется сыграть пьяного во втором сезоне. Артем, представляешь, мы ломаем персонажа и даем Сашке, как актеру, больше возможностей. Какая слегка. Ну что, слушай, я не боевая. Ну что, стоишь, немножко пьяный. Не верю. Но ты уже видела пробу его пьяного? Я, более того, мы уже часть этих сцен отсняли. Так, и как он? Чертовски великолепен. Настолько? Да. Смотрите, спальня номер 4. Та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та. О, смотрите, получается комната Миши, реально. Она вот, вот смотрите, вот референс, как она должна быть собрана. Э-э-э, это что за комната вообще? Еще и PlayStation здесь. У тебя кольцо персональное. Чего? Футбол? Собственная ванная, да? Собственная кладовка? Посмотри, какие колонки мощнее. Еще и типа есть собственный кабинет. Ты еще вон можешь сесть. То есть ты такой, поиграл в плойку, поиграл с пацанами в футбол, покидал мячик вообще в кольцо, музыку послушал на всю катушку. Еще и сел, типа поработал. Нормально. Вот это интересно на самом деле, что они каждую комнату отдельно собирают в помещении. То есть есть референс, есть фотография для сцен, которые будут здесь сниматься. Все собрано, сцена отснимается, все убирается. И вот сейчас мы заходили в комнату Полины, она пустая, потому что все разобрано. Я, честно говоря, думал, что изначально выбираются такие интерьеры, где ничего особо не надо менять. То есть типа как бы все стоит и такой, во, вот так вот туда вписываемся. А нет. Кино, ну, и так как будто, да, много заморочек, а еще вот в этих мелочах заморочек. Короче, кино это прям, это другой мир. Это другой мир вообще. Сотников Михаил. А ты здесь спишь или ты здесь чисто... Нет, я здесь не сплю. Это чисто вот на обед и когда перерыв. Михаил, я оставляю вас с Вэллом наедине. Здесь, значит, спит Андрюшка. Здесь спит Мишка. Как в лагере. Не, на самом деле мы здесь не спим, но в обед полежать после обеда всегда прекрасно. Колодильник, которым мы никогда не пользуемся. Пусто. Самая движевая часть происходит все здесь. Видишь, здесь еда, здесь записи, здесь мы все будем делать. А вы реально уединяетесь прям? Ну и нет такого, что вы вместе собираетесь в вагончиках, кушаете еще? Нет, нет, нет. Слушай, на площадке находишься, когда... Ну ты видел, сколько народу постоянно... Охренеть, 27 человек снимало эту сцену. Ну вот, и ты представь, ты с самого утра, вот как приходишь, я говорю, я единственный раз с утра, вот там в 6 утра встаю, пью кофе один, как только спускаюсь из дома, сажусь в такси, с этого момента я один не нахожусь. Поэтому если на обеде вот сейчас будет момент такой уединиться, ты просто хотя бы отдохнуть от того, что постоянно вокруг куча народу. А график как выглядит твой? То есть ты ездишь ночевать домой, да, и с дома приезжаешь на площадку? Да, 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 конечно. Все машины забирают, перевозят сюда на площадку. И до? Ну, смена 12 часов. Из них ты сколько работаешь в кадре непосредственно? Сколько ждешь? Слушай, да бывают дни по-разному. Бывает такое, что я приехал, две сцены вообще отработал. Ну, было мой первый день съемочный, было так, что я на две сцены приехал. Причем я приехал, первая сцена, потом у меня обед, потом еще одна сцена, я поехал домой. Вот, но сейчас в основном идут дни такие, что я приезжаю и вот как сегодня из кадра не выхожу постоянно. Сцена за сценой. Все, брат, мы тебя оставляем наедине. Давай, восстанавливай силы. Спасибо за рум-тур. Спасибо большое. О, меню. Дамы и господа, чем кормят актеров сериала «Бедные смеются, богатые плачут» 2? Салаты греческие, баварские. Ничего себе, даже выбор. Есть гарнир. Картофель бэби запеченный с розмарином и чесноком. Греча, капуста тушеная по-немецки. А зуба татарский, голень куриная запеченная, судак на пару. Шо, шо, ну, это Мишленовский ресторан? Можно мне, пожалуйста, грибной крем-суп? Сейчас, секундочку. И не вернется. Сейчас, секундочку, и ищи его потом. Я ушел. Да. Так, грибной крем-суп, картофель бэби и судак на пару, если можно. Супер, Стас, я иду за тобой. Естественно, я чувствую здесь грибы. Наверное, шампиньончики, других видов грибов я не знаю. Бэби-картошечка. Ну, бэби-картошечка, она и в Африке бэби-картошечка. Вот судак на пару. Вот что интересно. И пошел отыгрывать роль, которая принесет тебе известность, популярность, деньги. Это ли не красота, друзья? Выглядит реально как профессия мечты. Мы же вместе пьем гуманат, нет? Нет, хотят, чтобы поучили были отдельные кадры. А может мы кто-то быстрее такие? Нет. Так, а ты как хочешь, чтобы это было? Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. На свои бутылки. Самое сложное, что для тебя есть, это вот работать с большим количеством людей, потому что я прям вижу, как тебе тяжело дают. Ну да, иногда тяжело. Ну, встаешь от того, что очень много людей. Единственное время – это вот обед. Вот сейчас он у меня идет. Как видите, я снова с людьми. Насколько тебя это выбивает? И в чем ты черпаешь тогда вдохновение и силы? Вот давай так. Я стараюсь смотреть фильмы, стараюсь отдыхать. Вкусно вот кушаю, допустим. В обед могу съездить какой-нибудь рейстик и поесть. Но не с этой площадки, отсюда далеко. Если где-то в другом месте снимаем, я обычно ищу локацию, где рядом вкусно поесть, чтобы хотя бы в этот момент чильнуть жестко. Блин, но ты, получается, реально, ты реально интроверт? То есть ты типа не делаешь вид? То есть ты интроверт, а тебе тяжело дается быть? Ну я правда интроверт, да. Я люблю больше такие... Я люблю общение, когда двое вы. Два человека. Два человека у вас, да. Тяжело в большой компании. Я обычно такая самая закрытая. Блин, ну вот это такая обратная сторона востребованной актрисы. Так что если вы все думаете, что это кайф и красота, у этого тоже есть свои последствия. Все, Поль. Давай, я очень не хочу тебе больше... Да все хорошо, все хорошо. Ну я понимаю, но я не понимаю. Да. Я как бы зай, но я осуждаю. Да, да, да. А я принимаю твое осуждение. Это взаимно всегда. Начали. Чудо. Вмечаем этот дубль в кадр. Но нам сказали и ребята, и Марина, что вот вы бросили им прям актерский вызов во втором сезоне. Что типа вы будете, ну, получается, чтобы они выдавали чуть больше. Почему так решили? Не, не чуть больше. Просто... Расширить их диапазон. Да, наши прекрасные авторы решили, что продолжать просто линии и снимать то же самое скучно будет. Скучно. Им скучно писать, нам скучно снимать, актерам скучно играть, зрителям скучно смотреть. Поэтому мы придумали, что мы вообще все, что можно, изменим. У нас будут очень неожиданные повороты почти у всех героев наших, по крайней мере, линий. Ну, то есть это типа новые образы их там внутри... Нет, конечно, есть основа героев, но есть характер, который мы менять не можем. Но мы можем неожиданные события в их жизни подкидывать, которые их заставят неожиданным образом поступать. И вот у нас в каждой линии, у каждого героя есть такие неожиданные, если сравнивать с первым сезоном, такие события. И наши актеры прекрасные делают это невероятно с вызовом. То есть уже было, да? Ну, мы же 11 смен уже сняли. Пока все вот эти новые перевороты вызовы, да. У меня, Аня, совсем скоро в одном проекте будет маленькая роль. Так. Скажи, пожалуйста, как режиссер, как не обосраться? Человеку, который ни разу не играл. Ну, в этом проекте у тебя практически камео, поэтому надо быть просто собой. Спасибо. Будь собой, и все получится. Где-то я это уже слышал. Вообще сто процентов. Ну что, ребят, каким-то таким получилось наше мини-погружение в этот мир кино. Он реально не похож на все то, что я видел за шесть с половиной лет работы в музыкальной сфере. Это не съемки клипов, это огромное количество людей, каждый из которых делает свою работу. Это огромное количество дублей, это уставшие, изолированные в своих вагончиках актеры, потому что им просто хочется отдохнуть, сделать выдох, прийти в себя в конце концов. Я это слышал на словах, но сейчас я это увидел своими глазами, и это реально что-то, в чем я никогда до этого не был. И спасибо большое Good Story Media за то, что нас сюда пригласили. И более того, совсем скоро я сам на денек, на денек, ни на что не претендую, но стану частью этого мира. И это все вау. Большое спасибо вам, что вы смотрите, лайкайте, комментируете. Пишите еще, куда бы нам залететь. Мы обязательно выйдем на людей с предложением, возможно, коммерческим. Вань Корнеев, Вэл Бабич, канал Несу Свет, всем большая любовь. Все то, что происходит, на самом деле, за время нашего приключения, это какой-то космос. Подписывайтесь на телеграм-канал, в котором уже 5000 человек. Мы пробили 5000, а? А возможно, когда этот ролик выходит, там уже все 10, так что спасибо. Мы погнали. Мы погнали, это было невероятно увлекательное путешествие. Всего 4 часа, а сколько произошло? Вау. Все, погнали на быке, брат. Вон туда, в успешное актерское будущее. Чуть не порвался шорт, брат.